Ну, начнем с самого распространенного доказательства, это переписка по электронной почте, то, что сейчас практически в каждом деле мы используем электронную почту в качестве доказательства, то есть письма, которые отправляются нашим контрагентам. И проанализировав эту практику, вот я составил себе такую таблицу, какие ошибки допускают стороны в представлении доказательств, то есть это в основном, это ошибки заключаются в том, что невозможно установить контрагента, непонятно, почему идет такая переписка вот именно по такому-то адресу между сторонами. Нет никакой привязки данной почте к каким-либо обстоятельствам или к реализации какого-либо договора, либо каких-то еще взаимоотношений. Практически невозможно установить получателя или отправителя того или иного письма, особенно когда либо просто указан какой-то цифровой код, либо это просто какой-то набор букв бывает в почте, встречается. На это все внимание обращает суд. И суд в последнее время стал тоже обращать внимание на вопрос достоверности либо недостоверности того вложения, которое непосредственно было отправлено. Потому что на сегодняшний момент практически нет никакой технологии, которая бы зафиксировала, что именно с этого адреса было отправлено именно такое письмо. То есть вот на практике я столкнулся с тем, что в некоторых делах у нас были представлены письма, была представлена электронная переписка и установить подлинность, кто отправлял, как отправлялись, с какого компьютера было невозможно, потому что современные цифровые технологии, они практически позволяют анонимно создавать фейковые электронные адреса и с них распространять почту. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...